Быстрота, ловкость, сила, выносливость и гибкость – это основные качества настоящего скалолаза. Владивостокский морской техникум собрал более сотни покорителей вершин, чтобы выяснить, кто лучший. Среди участников – команды из Владивостока, находки Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска. Сегодня у нас проходят соревнования по скалолазанию Куба города Владивостока, в котором принимают участие 152 участника. На сегодняшний день это самые большие соревнования в Приморском крае, которые мы проводим. То есть соревнования набирают оборот. В том году у нас было 120 участников. С каждым годом все больше и больше желающих участвовать в соревнованиях и начинает молодое поколение больше присутствовать. То есть спорт молодеет. Соревнования проходили в двух дисциплинах. Первая – на трудность. Четыре сложных трассы для взрослых, подростков и детей, а также две квалификационные трассы для выявления сильнейшего. Здесь засчитывается высота подъема, а скорость не играет роли. Главное – уложиться в 6 минут. Если у двух спортсменов одинаковый результат, то проводятся дополнительные финалы между ними. Дружба не побеждает, выигрывает лучший. Я выбрал скалолазание, потому что это очень интересный вид спорта. Он очень разноплановый. То есть все время что-то меняется, что-то новое, потому что зацепы можно менять местами, придумывать новые трассы. Ну и потому что это экстремальный вид спорта. Связан с небольшим риском. Также можно вазить на естественном рельефе. Это тоже доставляет огромное удовольствие. Лазание на трудность – наиболее популярный вид скалолазания. Основная задача спортсмена – подъем до вершины за определенное время. От 4 до 15 минут в зависимости от сложности трассы. Количество попыток – одна. Вид страховки – нижняя. Перед восхождением у спортсмена есть 5 минут, чтобы осмотреть трассу. В результат идет лучшая высота и время. К слову, среди призеров в этот раз большинство спортсменов из Владивостока. Скалолазание – оно дисциплинирует, развивает физическую форму очень хорошо. То есть люди приходят, ну можно сказать, неподготовленные физически. Через полгода, через несколько месяцев они уже приобретают форму, рельеф. То есть это, во-первых, красиво. Во-вторых, этот спорт очень интересный. Самым главным преимуществом скалодрома, в отличие от природных рельефов, то есть гор и скал, является то, что на таком своеобразном тренажере может заниматься любой человек. Будь то спортсмен или любитель с разной степенью подготовки под четким руководством профессионального инструктора. Стоит отметить, что такой вид спорта, как скалолазание, включен в программу летних Олимпийских игр в Токио в 2020 году. Будем верить, что когда-нибудь и приморские спортсмены взойдут на Олимпийский пьедестал. Дмитрий Беломеснов, Игорь Болтов. Новости на восьмом.